В любом деле, а в политике в особенности, очень важно называть вещи своими именами. Потому что если этого не происходит, смысл происходящего затуманивается, а порой даже искажается до полной неузнаваемости. Это прекрасно понимают специалисты в области массовой пропаганды, которые сегодня обеспечивают информационное сопровождение государственного переворота, происходящего на Украине. Ими разработан целый набор дезинформационной терминологии, главное назначение которой – полностью задурить мозги обывателю и заставить его верить в то, что черное – это белое, и наоборот. Так, например, тот же переворот, то есть действие по насильственному захвату власти, происходящее в нарушении всех действующих законов и конституции, объявляется народной революцией, для которой, мол, никакие законы не писаны. Точно по той же логике отряды боевиков, постоянно атакующие силы правопорядка с помощью зажигательных бомб, холодного оружия и даже камнеметных машин, именуются не иначе как мирными демонстрантами, осуществляющими свое право на законный протест. Известное выражение «как корабль назовешь, так он и поплывет» не лишено здравого смысла. Потому что, когда рядовой обыватель с утра до ночи два месяца подряд слышит по телевизору рассказы о мирных протестах в Киеве, то он поневоле начинает думать, что сжигать заживо милиционеров – это вполне мирное и демократическое занятие. А те, кто этим занимается, никакие не боевики и злостные нарушители закона, а просто симпатичные молодые шалопаи, которые решили немножко пошалить. Кстати, именно так, весело и непринужденно, всю эту шаловливую публику и преподносят киевские СМИ. Взахлеб, расписывающие романтику Майдана, карнавальные одежды революционеров и красиво пылающие огнем улицы Киева. Вот, мол, какая нынче веселуха настала, ну просто праздник к жизни и здоровья. Спешите присоединиться. Мы, однако, не станем спешить участвовать в этом всеобщем угаре революционности и попробуем все-таки еще раз назвать вещи своими именами. Итак, давайте прежде всего посмотрим, что на самом деле скрывается за гламурной картинкой чистого революционного романтизма, который якобы движет этими юношами нежными с глазами горящими. А для начала вернемся на довольно много лет назад, в 2006 год, и заглянем в европейское захолустье, Эстонию. Оказывается, там уже в те давние времена, без лишнего, так сказать, шума и пыли, была развернута массовая военная подготовка этих самых украинских юношей и девушек по полной программе разведывательно-диверционных частей государств НАТО. Как и все дети, ученики этой школы оказались довольно беспечными и нащелкали целую кучу замечательных фотографий, красноречиво свидетельствующих о том, чем они там занимались. Как оказалось, НАТОвские инструкторы учили этих деток таким милым забавам, как установки минловушек на автомобильных дорогах, снайперской стрельбе, военной радиосвязи и многим другим абсолютно необходимым в повседневной жизни премудростям. За прошедшие с тех пор 8 лет, только через одну эту НАТОвскую школу прошло несколько сотен будущих западноукраинских боевиков. А сколько всего таких школ действует за границами Украины, и сколько тысяч полностью обученных диверсантов было там подготовлено, знают, наверное, только сами организаторы этих благотворительных учебных заведений. Это мы к тому, насколько соответствуют действительности все эти росказни киевской прессы про беззащитных мирных демонстрантов, избиваемых кровавым Беркутом. Сегодня действительно пришло время называть вещи своими именами и избавляться от инфантильных иллюзий насчет травоядного характера нынешнего бунта и вегетарианских наклонностей его организаторов. Пора, наконец, осознать суровую и беспощадную реальность. В Украине за последние 10 лет при полном попустительстве, а порой и прямой поддержке государственных властей, были в полуподпольном режиме подготовлены, а затем и развернуты полнокровные, профессионально обученные, идеологически вымуштрованные и предельно агрессивные вооруженные силы Западной Украины, которые являются прямыми наследниками Бандеровской АУН-УПА и преследуют точно такие же стратегические цели, состоящие в насильственном захвате территории всей Украины и подчинении ее своей воле. Эта крайняя агрессивность, в свою очередь, продиктована безвыходном положении самой Галичины, которая, являясь экономически несостоятельным регионом, вынуждена добиваться контроля над другими территориями, чтобы элементарно жить за их счет. Сегодня эта армия, долго и упорно готовившаяся к своей миссии, начала действовать практически в открытую, выполняя именно те задачи, которые вытекают из незавидного геополитического положения Галичины. И пусть никого не смущает тот факт, что на данном этапе солдаты и офицеры этой армии маскируются в гражданскую одежду и применяют в основном нелетальные виды оружия. Все это полностью соответствует тем же натовским методикам по организации диверсионно-подрывных действий, которые подразумевают наличие нескольких этапов захвата власти. Первым из которых как раз и является так называемый мирный протест с элементами ограниченного насилия. Тем не менее, личный состав этой армии вторжения полностью обучен, как мы в этом убедились на эстонском примере, для ведения полномасштабных боевых действий с применением всех видов огнестрельного оружия и готов немедленно перейти к этой фазе агрессии сразу же после получения соответствующей команды. Кто осуществляет активные силовые действия с той стороны? Это действительно подготовленные люди, которые готовили заранее. Сегодня, не сегодня, а в течение последних двух месяцев из-за рубежа заезжали под видом журналистов, инструктора, в том числе психологи и так далее, и так далее, те, которые их готовили для действий в условиях, в принципе, гражданской войны. С учетом особенностей самой Украины, что у нас они используют настолько брутально то, что у нас разделено ментально наше население на западную Украину и восточную, и юго-восточную. И вот они это используют. Я видел глаза детей, по сути дела, которые пришли сюда. Вы понимаете, среди них была та просто молодежь, которую просто, если можно прямо честно сказать, купили для массовки. А были те же самые Ультрас, которые, вот, они были готовы, они готовы были пойти на кровь, лишь бы себя реализовать. Схема абсолютно отработана. Мы видим четкую работу от Гласновного центра, который находится в Киеве. Мы видим там и тыловое обеспечение, и видим там охранное обеспечение, информационное обеспечение. Видимо, существует и финансовое обеспечение. То есть мы видим четкую военизированную организацию. У них организационная структура создана. То есть организационная структура, боевики и руководители созданы. Мало того, в интернете сейчас прошла информация о том, что около 400 боевиков украинцев воевало в Сирии против режима. И они вернулись сюда. Они не подчиняются сегодня ни Клычко, ни Тегнебоку, никому. Они выполняют те задачи, которые им ставит их какое-то руководство, которых мы не знаем. На минувшей неделе основными объектами боевого воздействия диверсионных групп противника стали органы власти практически по всей территории Украины. При этом основное внимание в рамках четкого плана стратегического наступления вражеское командование уделило взятию под контроль тех областных центров, помимо Галичины, которые обеспечивали Западной Украине прочную коммуникацию с центром государства, городом Киевом и его изоляцию от всей остальной страны. Отсюда атаки на Житомирскую, Винницкую, Черкасскую и Черниговскую обл. администрации. Практически во всех случаях нападения производились по одной и той же тактической схеме с применением одних и тех же сил и средств, что, помимо всего прочего, говорит о четкой координации и высокой степени обученности личного состава боевых групп. В город прибыло около 200 западенцев. Сначала на 10 машинах автомайдана, а потом еще на поезде. На месте они устанавливают контакт с оргкомитетом, который поступает в их распоряжение. Кроме того, местный оргкомитет организовывает платных штурмовиков из местных ПТУшников и фанатов. Платят по 350 гривен. Структура штурмовой толпы выглядит так. Штаб – 5-7 человек западенцев, плюс два местных. Дальше – организаторы местного Майдана. Ядро – 100-150 западенцев, ПТУшники и футбольные болельщики. 500-700 человек. Отдельно остановлюсь на западенцах. Человек 30 – чистые боевики. В военном камуфляже некоторые в военных касках. Бросается в глаза четкость организации по военному принципу, подчиненности, порядок выполнения приказов. Именно они ведут на штурм толпу. Технология штурма – эмоциональная накачка, заготовленные лозунги для казацкого края, побили казака Гаврилюка Чистерпемо, обвинение власти во всех грехах и вызов её на ковёр, требование отставки. Стих поэта – требование впустить народ в местный орган власти на приём. Дальше – штурм. Действие многократно усиливается под контрольными центру переворота СМИ. Так, корреспондент 24-го канала полностью координируется штабом штурма и направляется в те или иные точки по их указанию. Ядро штурма – чистые экстремисты. Особую важность в контексте обеспечения стратегического контроля над территорией представляет для противника Одесская область, захват которой даёт Галичине жизненно необходимый выход к морю и возможность существенно укрепить свои экономические и торговые позиции. Соответственно, в Одессу было направлено усиленное боевое подразделение Бандеровской армии, которое уже на месте было пополнено фанатично настроенной студенческой молодёжью из того же западного региона Украины. Однако именно в Одессе у агрессора вышла самая крупная на данный момент осечка. Местные власти отреагировали на угрозу предельно собранно, задействовали весь наличный потенциал и фактически поставили боевиков перед выбором. Либо перейти к прямым боевым действиям, либо отказаться от своего плана. Очевидно, что пока приказа идти на штурм они не получили, но явно находятся в ожидании сигнала на переход к более активной и горячей фазе, к которой они полностью готовы, в том числе и материально-технически. В последние дни информации об активном складировании оружия на захваченных противникам объектах в Киеве и других городах Украины становится всё больше. К тому же, следующая фаза государственного переворота, переход которой уже назревает, предусматривает установление контроля боевиков над гарнизонами правительственных войск в западных областях. Их разоружение, а также захват расположенных там армейских арсеналов. А это многие миллионы единиц огнестрельного оружия, сотни танков, боевых машин пехоты и артиллерийских орудий. Одесситам нужно полностью отдавать себе отчёт в том, с каким именно врагом мы сегодня имеем дело. И с предельной чёткостью понимать, что речь идёт не о каких-то там безобидных мирных демонстрантах, но о прекрасно организованной, подготовленной и оснащённой всем необходимым безжалостной и беспощадной силе, которая не заинтересована ни в каком диалоге с нами, а только в тотальном уничтожении и искоренении всех и вся, кто этой силе не желает покориться. Впрочем, покорившихся тоже уничтожат, только во вторую очередь. Тем не менее, преувеличивать военно-политическую мощь противника, готового развязать против нас полномасштабную войну, на данный момент не следует. С учётом того, что во многих регионах административные здания уже освобождены от боевиков минимальными силами правоохранительных органов и, что самое главное, местного населения, вывод напрашивается сам собой. Подготовленной для активных действий живой силы у экстремистов явно недостаточно, чтобы одновременно буянить в Киеве и гастролировать по всей Украине. Не случайно на день самых массовых захватов органов власти в регионах в Киеве было отменено очередное народное вече под предлогом траура по невинно убиенным участникам мятежа. На самом деле Майдан просто опустел, потому что большая часть боевиков была брошена на атаку областных администраций. На сегодняшний день общая численность боевых формирований противника, прошедших необходимую подготовку и обладающих достаточной боевой устойчивостью, можно оценивать примерно в 20-25 тысяч активных штыков. То есть что-то около полутора дивизий полного состава. А это значит, что государство Украина при наличии твердой политической воли может с ними без особого труда справиться. И Одесса, первой давшая достойный отпор неприятелю, это вполне подтвердило. Роман Семенов, аналитическая программа «Бэкграунд».